всем привет даром с вами за station и сегодня мы дорогие друзья будем вместе с никитой погружать вас дальше на дно и глубже глубже и глубже это третий выпуск в котором мы будем расцита сын и райис про до очень долго красит собрать рассказывать бэкграунд рассказывать правила двух отличных моделей и скармит над гид кинка ккккккккл это брать сестра же получается до Не уверен. Уверен? Ну, как Серсея и Джейми. Вот с такого плана, да, Серсея и Джейми. Сегодня мы рассказываем вам, первое, это Soul Render, такой персонаж, очень интересный, удильщик, так называемый. А второй персонаж, это Тайд Каспер, то есть маг, визард нашей армии. Предлагаю узнать поближе. Волшебница. Заклинатель неведомых чудес. Просвещай-ка. Колдуны Прилива – те, кто призывает призрачные воды моря, что позволяет морскому народу и их существам перемещаться и дышать даже там, где это казалось бы невозможным для них. Однако только этим их сила не ограничивается. Они способны использовать магию, которая является далеким отголоском тех мучений, которые испытывали предки Иданет от пыток Сланеш. Эта магия – суть волны отчаяния, черная безысходность и бушующие водовороты ужаса. Подавляющие волю к сопротивлению врага и открывающие его для атаки на Марти и Акхелианцев. Эти чары настолько сильны, что жертвы зачастую представляют себя утопающими в глубинах моря и буквально захлебываются собственным страхом и ужасом. Поговорим о правилах. Мы познакомились с этими персонажами и теперь нужно понять, как же они работают на столе. Вообще, эти персонажи – краеугольные камешки нашего геймплея. Один из них – это Тайт Кастер. Он – часть Royal Consul Battalion. То есть тот самый персонаж, который помогает нам сделать клевую формацию, позволяющую наши войска лишь неразко им подвигать. Ну ладно, бог ты с ним. Главное, что Тайт Кастер – это маг. Он – визард. Он в первую очередь позволяет нам колдовать. Колдовать полезные спилы. А так как теперь у каждой фракции, которая имеет Баттл Том, есть доступ к своей собственной лоре магии, а это не больше, не меньше шесть заклинаний, это дает нам, ну я бы сказал, большой пласт разнообразия тактического. То есть вы можете под себя этого мага подретушировать, как хотите. Хотите, чтобы он был атакующим? Без проблем. Будет маг атакующим. Хотите, например, перебрасывать конька-гурбунка нашего первого короля на огромные расстояния? Без проблем. Он сделает вам гухика из волголн. Как, помнишь, Гендальд сделал из реки таких пенных коней. Это же не Гендальд делал. Это было заклинание. Эльфийское. Эльфийское заклинание, точно. О, сейчас у меня только помидоры полетели, наверное. Эльфийское заклинание, точно. И есть оно здесь. Speed of Tights. Делает конька-гурбунка. Пенного. И конек-гурбунок может своего конька... В общем, конек на коньке получается. И телепортировать можно вашего героя. Это отличное, клевое заклинание. Есть полезные дебафы на противника. Это, например, волна ужаса. Вражеские войска сразу же будут комплексовать, попадать на вам хуже и больше бояться. Есть родное заклинание всегда. Это риптайт. Привет из 40К. Выходит огромный торосяцкий. Тунами. Да, тунами. Сложность большая, седьмая. Зато 18 дюймов выбираем противника. И он сразу же минус один к попаданию. Тоже плохо начнет, по-моему, попадать. И в дополнение к этому еще получит смертельные раны. То есть хорошее боевое заклинание. И дебаф. Все в одном флаконе. Можно, что очень-очень круто использовать, наконец-то, такие особенности нашего анклава. Ну, кто, может, забыл, у нас Морфан. Анклав. Этот анклав чем знаменит? Что у него есть две... Ну да, вот живет в шиши, он такой мрачный, весь в цепях. У-у-у-у. Синий старанклав. У него есть две обилки. Первая. Это магия. Доступ к уникальной магии. Ледяной туман. И эту магию может применить только наш Тайт Кастер. Магия чем хороша? Колдуется, во-первых, очень просто. Всего шестая сложность. Два кубика кидаем и смотрим, выпало шесть или больше. Выпало. Тогда выбираем противника в 12 дюймах от кастующего. И после этого этот противник не сможет совершать пайл-ин больше, чем на один дюйм. То есть вражеские войска действительно не смогут к нам подходить и атаковать нашего конька-грубунка, например, того же. Либо наше подразделение травов на марте. Эффективно. Это клевое заклинание. Реально клевое. И прям-таки напрашивается в большинстве битв. Особенно с армиями ближнего боя. Это что касается основных фишек. Это колдун. Вот от и до колдун. Но это не все. Большинство магов в игре могут сказать, ну да, я колдую и как бы не проси от меня ничего другого, дружище. Есть клевые правила. Первое. Спирит Гардиан. Духи защищают. Какие-то духи нашего героя. Маг, защищенный этими духами, может игнорировать первую вунду, которую он получает в каждый ход. Ну, то есть песочными часами смерти нельзя его убить потихоньку. Он все это будет игнорировать. Либо сразу, либо никак. Прикольная обилка, но ведь вторая. Более важное это умение управлять эфирным морем. Ну, ни больше, ни меньше. То есть он берет и говорит, что вот не хочу я, чтобы начиналась наша знаменитая табличка, да, вот привязки к батлраунду нашего моря. Не хочу, чтобы она начиналась с единички до четверки. Хочу наоборот. Начнем с четверки, потом тройка, потом двойка, потом единичка. То есть он эфирные потоки с пять обращает. Но только если он, конечно же, генерал нашей армии. Что накладывает определенное ограничение, потому что генерал нашей армии, скорее всего, будет конек-гробунок. Но опция есть, и это круто. И это может просто изменить всю тактику. На меньший формат можно. Да, именно так. Это опция, которая позволяет вам по-другому сыграть с другой армией оппонента. Потому что эфирное море это очень клевая тактика. Я бы сказал, краеугольный камень. Эта тактика позволяет вам либо по базе выжидать, подготовиться, потом резко пуститься в атаку, подраться, причем везде первыми. А после этого отступить, подстрелять, либо сразу же в другой бой куда-то отправиться. Ну, как прилив идет. А можно развернуть ход. И сразу же, когда в тебя обклинилась какая-нибудь армия противника страшная, вот сразу же на свой ход уже отступить, подстрелять, в другом месте атаковать. А потом в следующий раз первыми подраться. То есть крутая обилка. Реально крутая. Но необходимость быть генералом, вот это вот немножко все портит. А так, пять жизней, шестое движение, никакого спасброска нету. Ну и сражается он соу-соу. На полшишки, скажем так. Не боевой персонаж. Там ничего не сказано про ее рыбку. У них же все время рыбки какие-то прикольные. Это спирит гардиан. Да? Да. Это эфирное море проецирует некоторых, ну таких... Существ? Призрачных существ. Из миров. Да, да. Которые защищают. Понял. Так что, какие пироги. Персонаж, в первую очередь, маг. И с этим нужно смириться. Понимать, что он колдует и он защищает вас от другой магии. Плюс есть доступ к прекрасным артефактам. Так как у нас в армии два батальона, мы по базе можем взять уже три артефакта в армию. И это круто. Потому что артефакты реально неплохие. И там, ну, большой выбор. Просто большой выбор. Что кому дать. Например, можно дать пески бесконечности. Интересный артефакт, который раз за бисмок, как большинство магических артефактов, используется. Но позволяет вам взять и на кого-то что-то успешно наколдовать. Использу. Посыпать. Посыпать. Приправить магию свою. Если вы решились активировать их, то перед тем, как вы колдуете какое-то крутое заклинание, вы говорите, ааа, рискую. И присыпали песками времени. Если вы сколдовали это крутое заклинание, то наработать будет два хода, а не один. А там есть прикольные темы. Тот же самый риптайт. Цунами. Родное заклинание. Которое каждый ход будет наносить. Д3 смертельных ранцели. Это круто. Либо, например, коралловое кольцо на свой пальчик. Хопа. И такой. Одноразовое. Можно переролить. Можно перебросить любой бросок на заклятие свои. Либо любой бросок на попытку Амбидии. Неприлично, Ваня, хватит. А, ну давайте так. То есть, выбор всегда есть. И это очень круто. Посмотрим на второго парня и в нашей плеяды. А давай. Это Ишаран Солорендер. Выдирающий души. Просвещайка. Разрыватели душ необычные представители элиты Ишаран. Которые обучаются наравне с акхилийцами и выступают на передовой сражении. С их шлемов свисает небольшой фонарь, его призрачное сияние заманивает и поглощает души. Вооруженные копьями, заканчивающимися огромным крюком, известным как Талунхук, разрыватели душ сражаются бок о бок с воинами на Марте, подпитывая своих собратьев энергией, собранных во время сражения душ. Канат, прикрепленный к оружию, идеален для задержания противников, пытающихся бежать. Каждого разрывателя душ сопровождает Роккердарт, похожий на рыбу-меч-компаньон, извивающийся у ног хозяина и готовый сразить жертву своим острым шипом. Завещий мужик, согласитесь. Чем же он хорош? Он может подразиться в ближние бои очень неплохо, как ни странно. Своим огромным, ну в нашем случае, это будет такой, ключи. По базе у него удавка. Как собак. Собак, где ких ловить. Штука неплохая, 2 атаки, 3 плюс, 3 плюс, минус 1, 2 урона. Главное, дистанция 2 дюйма. Можно не ссуваться в ближний бой. Особенно прикольно, когда наколдовал заклятие, замораживающий туман, и противник, даже в лучшем случае, не подойдет вас ударить. Это клево. Камбушки. Камбушки пошли, да, именно так. Плюс у него есть огромная Роккердарт Камбелла. Да, рыба-пила. Рыба-меч, рыба-пила, рыба-игла, марлин. Все вместе. Это на 3 дюйма бьющая рыбка такая, кольнула своим носиком и отошла. Бойк. Д3 атак, 3 плюс, 3 плюс, минус 1, 1 урон. На сдачу вообще шикарно. И правило, хэндсмен нот. Если вы уж кого-то подвесили, но поймали этими крючками, рыба-удавкой, то тяжело будет противнику высвободиться. На начало комбат-фазы кидайте 2 кубика. Если нашли на кубике 4 плюс, то окей. Вы поймали цель, и по ней можно будет перебросить неудавшиеся попадания. Очень клево. Если герой монстр, ну вражеский, это работает только на героев, то это будет посложнее. Но, в принципе, неплохая фишка. Ну и самая важная его способность. Это не 4-й спасбросок, ну типа тяжелая броня. Не 5 жизней, нет, 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 нет. Это его лур-лайт. То есть светильничек, который, в общем-то, и собирает душа. Эта обилка позволяет вам воскрешать ваши войска на марте. Это вот тралы есть, которые будут в нашей армии. И риверы, стрелки. Любые на марте юнит. Вы в конце самого хода своего, батлшок-фазу, ее самое завершение этой фазы, вы можете взять, выбрать дружественный отряд 12 дюймов на марте кейвордом и кинуть кубик. Д3 бойцов возвращаются обратно. Если вы кого-то до этого убили соло-рендером, ну он тоже душку-то поглощает убитого, добавляйте к этому броску плюс 1. А потом вспоминаем, что у нас есть прекрасная способность нашего любимого морфана. Это мужики, которые в Шииши живут и специализируются. Это вот некромантия, души, нагашь. Вот все с этим связано. Загробные царства. И эти ребята лучше других могут оперировать с душепотоком. Из-за этого наши крутые соло-рендеры могут вернуть дополнительно, не просто, там было правило, не D3, а 3. Нет, дополнительно плюс 3 на марте модели. Не убиваемые. Ну, да, D3 плюс 3. Вот так. Если вы кого-то убили, D3 плюс 4. То есть примерно в ход можно по 7 бойцов возвращать. Да их столько не убивают обычно. На маленький формат вообще какая-то дичь дикая. И благодаря тому, что во второй редакции у нас гораздо больше защиты теперь есть у героев, его будет сложнее расстрелять этого парня. Есть у нас, в принципе, способность. Вот эти вот ночные кошмары. По нашим юнитам нельзя стрелять, если они не ближайшие. Это говорит, что, о, вот этот вот соло-рендер у вас будет просто занозой в заднице. Восполнять, восполнять, восполнять. Вот такой вот персонаж. Он очень интересный, очень красивый, офигенно красивый и очень полезный. Не побоюсь этого слова. Наверное, самый важный персонаж в нашей, мать его, армии. И крутые бэковые обилки. Да, очень бэковые, согласен. Ну, вот эта вот парочка, мы с Тамарой ходим парой, наверное, реально самая важная у нас. Потому у нас такой двойной выпуск о двух самых важных персонажах. Артефакт. Раз это самый важный персонаж, то очень важный для нас. Нужно защиты дать. Есть отличная защита. Артефакт Cloud of Midnight. Облачко полуночное. Ты такой, как ниндзя, знаешь, японский. Пу, порошок. Облачко, да. Ты просто тупо на фазу становишься неуязвим для атак. Тебя не расстрелять в фазу магии. Ну, стрельбы, потому что не ближайший. Ты защищен своими хотя бы тралами. То вот в фазу магии тебе можно так, ааа, вот тебе смертельные раны. Ты такой, ооо, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Видишь, что противника там набухает, да, вот эта мортальная угроза. Ты такой, окей, облачко. И все. В эту фазу, в фазу геройства, ты не можешь быть целью никаких абилок и атак. Сам тоже ничего не будешь делать, но тебе это не нужно на самом деле. И потому стоишь такой, типа, до свидания. Я не хочу, не хочу быть целью ваших способностей. И ты один ход точно будешь уже жив. Тебе больше не нужно. Дальше ты должен сам расправиться со всеми. Ты какая-то, ну нахрен, я сваливаю. Я сваливаю, да. Да. Артефактов много реально интересных. Они очень все классные, бэковые. И у вас есть Тайд Кастер, Сол Рендер, Сол Скраер. Можете, поверьте, на три артефакта набрать себе много чего интересного в вашу группировку. Вот такие персы. Вот такие они клевые. И пора приступать, наверное, к сборке и конверсии. Вообще скучно мне казалось. Ну хотя бы вот Тайд Кастера делать. Да? Вот мне он казался... Она. Невыразительный. Не знаю почему. У нее такое одухотворенное лицо. Ну в общем, все вот эти вот эльфы, они очень милые. Изначально. Согласен. А мы-то делаем крутых, злых чубачков. У нас морфан, которые наполовину Дарк Эльдар и Дарк Эльфы. Поэтому, соответственно, мы постарались как-то воплотить нашу идею, задумку и атмосферу, которую мы изначально хотели. Которой мы изначально хотели придерживаться. В концепции нашей армии. У меня был план, я его придерживался. Ты об этом хочешь поговорить? Да. И, соответственно, какие конверсии мы будем делать? Это мы заменим вот это вот одухотворенное лицо. Сделаем более жестокое, более серьезное, крутое. И такое, как раз таки в стиле темных эльфов. И мы понавешиваем опять всяких цепей, повтыкаем черепов, шипов добавим. В общем, сделаем из пай девочки настоящую отвязанную девчонку. И такую темную ведьмачку. И это круто. Это, кстати, очень круто. Мне кажется, добротная идея нужно реализовывать. Потому что действительно, ну как-то морфану в этих белоснежных тонах быть не ахти. С другой стороны, это даже клево, что из модели Games Workshop, вот вы увидите, мы можем получить два разных буквально-таки юнита, героя, которые будут реально по атмосфере отличаться. Это будет прям очень здорово. Тогда перейдем ко второму герою. Это Soul Render. Что же мы с ним-то будем делать? Ну вообще, он уже сам по себе такой весь шипастый, весь мрачный, атмосферный. Поэтому тут не стоит, наверное, перегибать. Но мы заменим, скорее всего, вот эту вот его петлю на цепи, как мы любим. И в эти цепи добавим какого-нибудь бомжа, который уже на последнем дыхании выпрыгивает из этого моря. И его к себе подтягивает наш душелов. Да, ёлки, какой-то Mortal Kombat, это Скорпион прямо. Да, да, да. То есть, этот парень подвергнется минорным конверсиям, но скорее такой полу-диорамный получится в итоге. Ну, атмосферы добавим. Отлично. Это же и хорошо, это и важно. Предлагаю посмотреть, что же вышло у нас со сборкой традиционной. Клей кусачек вперед и конверсией. И так, как всегда, у нас первый этап это сборка, зачистка миниатюры, подготовка к покрасу. Недолго думая, приступаем сразу же к конверсии. Все тут собирается очень просто, как всегда. Начнем мы с парня Soul Renderer. Главная у нас конверсия здесь, это заменить часть его веревки, которая висит на конце алибарды, и поставить туда наши любимые цепи с крюками. Это будет выглядеть интересно и как раз таки соответствует духу нашей армии. У нас цепь вообще получается такое связующее звено между всеми героями и всеми юнитами. Так как у него и так дофигища шипов и всякого обвеса, в принципе, можно тут ничего другого и не добавлять. Цепи берем из любимого нами набора рейдера от Dark Eldar, ныне Друхари. И получается, можно предположить, что он дергает за веревочку, и, соответственно, цепь либо опускается, либо поднимается. И второй самый интересный момент, который у нас здесь есть. Мы берем старого зомби из почившего ныне Fantasy Battles. Делаем из него такого бомжа, из которого уже, наверное, часть жизненной силы была выкачана. Душа его уже почти в руках соло-рендера. И он вытаскивает его, собственно, из морской пучины. Здесь все просто. Выбираем позу нужную, прикрепляем все детали. И получается, что у нас этот товарищ бултыхается в этом эфирном море. И наш соло-рендер его оттуда вытаскивает с помощью цепи. То есть все пазлы у нас сложились. Переходим к нашей замечательной девочке. Колдунье, магичке, ведьме. Скорее всего, это будет у нас такая темная ведьма. И, соответственно, из этого мы выбираем битсы, которые нам необходимы для того, чтобы передать ее характер. Мы берем часть оружия от Dark Elder. Такие лезвия на цепях. И они у нас пойдут на спину. Почему они у нас пойдут на спину? Потому что мы берем альтернативную голову. Опять же, из набора Dark Elder. Офигенная голова. Очень подходит нам по стилистике. Какой-то косточкой посередине, воткнутой в кожу. Очень такая серьезная и крутая харизматичная дама получается. Прикрепляем ее вместо той головы, что у нас идет в наборе. И так как на той голове есть такие наши любимые хвостики. И один из этих хвостиков находится на спине. То мы этот хвостик удаляем. И вместо него прикрепляем как раз такие вот это оружие с двумя лезвиями. Получается, мы закрываем такой некрасивый момент, который там образуется. И при этом у нас получается красивая, крутая, альтернативная голова. Я ее прикрепляю на милипут. И пролипливаю такой какой-то вариант капюшона, что ли. Чтобы скрыть этот переход от шеи до туловища. И еще один интересный момент, который мы решили добавить. Так как Ване очень хотелось, чтобы вот эта верхняя часть была как-то еще заполнена. Я решил сделать такие интересные декоративные элементы в виде каких-то кинжалов или остроконечных лезвий, на которые насажены черепа. Эти вещи можно взять опять же из наборов Dark Elder. Все увешано в общем-то разномастными черепами. Вот эту штуку берем как таковую. То есть ее можно взять непосредственно из битца. А вот эту нужно будет собрать. Эта часть у нас от кинжала, который есть тоже в наборе Dark Elder. И череп опять же откуда-то из битцов. И соответственно я отрезаю часть лезвия и вставляю его в череп. Держится оно на штифте, как и здесь. Также делаю штифт и вставляю эти штифты в часть уже миниатюры самой. И получается, что оно достаточно крепко держится и круто дополняет вот этот вот верхний плечевой пояс. Мы делаем еще один стратегический ход. Так как на спине, точнее на филейной части нашей ведьмочки есть всякие декоративные элементы. Типа каких-то колбочек, бутылечков. Вот тут пергамент, наверное, с волшебными заклинаниями. Мы не приклеиваем плащ, а будем его отдельно красить так, чтобы потом можно было без труда прокрасить все эти тоже элементы. И мы отдельно его покрасим. И потом в конце, после того, как будет все сделано, прикрепим и будет все замечательно выглядеть. Вот такие клевые модельки у нас получились. А покрасить-то как? А покрасить нашим стилем. То есть мы опять повторяем все пройденные этапы из предыдущих выпусков. В общем-то да. В соло-рендере вообще почти нечего показывать, потому что вот он в себе собирает все, что было до этого. Я думаю, мы покажем, как сделать прикольно фонарик, потому что фонарик, он привлекает к себе внимание, привлекает к себе души. Согласен. И поэтому он должен быть таким эффектным. Сделаем эффект OSL, то есть свечение от какого-то объекта будет. И да, в общем-то и все. Покажем, наверное, рыбку, как можно его сделать. То есть все элементы, которые мы до этого не показывали. А что касается ведьмы? Ну, ведьмы, конечно, она побогаче, поинтереснее. И на ней можно показать несколько новых штук вообще. Несмотря на то, что у нее есть такие девайсы, которые скрыты плащом, их тоже можно на самом деле показать. Именно для того, чтобы было вам это полезно. В будущем там у нее всякие колбочки, свиток, прикольные штуки, хоть их и не видно. И что еще? А, еще покажем, как можно сделать плащ по-другому. Потому что до этого у нас плащи, они были все такие зеленоватые, сине-зеленые какие-то. А здесь мы сделаем и черный плащ, потому что она темная ведьма, темная колдунья. Покажем, как покрасить черепа, часть ее подставки, вот эту интересную атмосферную, какую-то тоже голову, которая у нее находится под ногами. И, конечно же, вот эту ее зверушку, то ли настоящую, то ли нет, тоже как-то попытаемся обыграть. Отлично. Ну, тогда я предлагаю приступить, в общем-то, к главной нашей хобби секции. Это покрас модели. И вернемся уже, когда мы закончим. Точнее, Никита закончил. Две. Это же пять дней. Они не знают еще об этом. Приступаем к покрасу. Так как большинство деталей и всевозможных элементов миниатюры повторяются из видео в видео, то мы не показываем, как красить ткань, как красить кожу. Это уже было в предыдущих видео. Здесь остановимся на деталях. У каждой миниатюры есть интересные свои какие-то детальки, и можно их интересно обыграть и показать. Начнем с ведьмочки. Сзади у нее висят три интересных предмета. Две стекляшки какие-то, колбочки, баночки и свиток с заклинаниями. Начнем мы с первой бутылки. Она будет изумрудно-такого зеленого цвета. Наша база для нее это парк Green Flat от Валеха. Как вы видите, я прокрашиваю не полностью всю бутылку, а как бы оставляю такие участки, где немножко проступает грунт и где краска легла неукрывисто. Таким образом у нас сразу же получается и тень, и маска для будущих высветлений. Все красится по законам светотени, то есть блик, полутень, тень и еще один блик. Следующим шагом мы делаем высветление. Добавляю в парк Green Flat немножко Ivory и согласно вот этой вот маске, которая у нас получилась, расставляю высветление. Та часть, которая видна нам наиболее, она будет наиболее соответственно и высветлена, а остальные, которые уже скрыты плащом, мы почти не высветляем. Следующий шаг еще добавляем Ivory и сокращаем площадь наших высветлений. И заключительный момент, просто проставляем блики чистым Ivory. И получается, что вот этот контраст света и тени, он дает эффект такой полупрозрачной какой-то стеклянной бутылочки. Следующий элемент, другой бутылек, уже более интересный, вычурный какой-то. И красим мы его с помощью Sotec Green, наш базовый слой. Затем делаем проливку Drakenhof Night Shade. Таким образом, подчеркиваем вот этот рельеф, который есть на бутыльке, и отделяем его от других элементов. Просто добавляем снова Ivory в Sotec Green и делаем высветление, подчеркивая все выступающие части. Стоит отметить, что вообще можно, наверное, даже и не красить этот бутылек, потому что он скрыт плащом. Но чтобы показать, как другими способами можно покрасить такую стекляшку, то я решил это продемонстрировать. Наконец, у нас остался свиток папируса. Он висит на веревочке, на которой висит и бутылечки. Соответственно, начинаем с покраса самой бумаги. Используем для этого Bone White от Valjeha. Базовый слой. И стоит отметить, что эта краска совсем не укрывистая, поэтому по черному грунту придется наложить, наверное, 2-3 слоя даже, чтобы смотрелось более-менее органично. Затем проливаем от Onion Camo Shade. Разбавляю его, как всегда, Lamyon Medium, Tinner от Valjeha. Выбирайте, что хотите, что для вас доступнее и приятнее. И получаем такой зеленовато-коричневый оттенок. И как будто бы этот свиток находился в какой-то библиотеке уже многие сотни лет под водой. И пропитался вот этой какой-то влагой, несмотря на то, что у них там своя магия и, наверное, свои какие-то физические законы. Но не суть. Добавляю в Bone White Ivory и делаю высветление. Чисто по граням прохожусь, проявляется рельеф. Не забываю прокрасить веревочку. Основа для него это Flat Earth от Valjeha. И высветляю его, точно так же добавляя Ivory. Соответственно, с этим элементом у нас закончено. Я не показываю, как красить ткань. Вы, наверное, уже видели, что она появляется постепенно. Не показываю, как красить черные кожаные сапоги, потому что я покажу, как покрасить черный кожаный потрепанный плащ. Также не показываю, как покрасить кожу. Это есть в предыдущем видео по Soul Scryer. Следующий элемент это такая руна, которая находится в руке у нашей ведьмы. Я решил ее сделать такого магического светло-голубого-бирюзового оттенка. И использую для этого смесь соток грин и достаточно много белого. Получается такой светло-голубой оттенок. Прокрашиваю им деталь. И как бы делаю еще небольшой эффект свечения. То есть добавляю вот этот оттенок между пальцев, пространство, откуда мог бы исходить свет. Соответственно, от этой какой-то магической руны. Потому что я не знаю, либо она какая-то материальная, либо действительно какой-то такой волшебный знак, который она сотворяет из воздуха. Продолжаем эту тему. Добавляем еще белого. И делаем высветление по граням. И расставляем блики, соответственно. Не забываем также про наш эффект свечения. И точно так же выделяем вот это пространство между пальцами. И постепенно-постепенно у нас проявляется как раз-таки эффект вот этой светящейся какой-то загадочной руны. С помощью которой наша ведьма наводит волны. И в конце концов проставляем блики чистым белым. И добиваемся наконец-таки конечного результата. Итак, следующий у нас элемент. Это раковина на конце посоха нашей ведьмы. Будем ее делать такой перламутровый. Для этого используем цвет Heavy Blue Gray от Вальеха. Базовый оттенок. И затем делаем проливку Дракенхоф Найтшейд. Также я ее разбавляю, как обычно, Тиннером или Ламиан Медиумом. Чтобы подчеркнуть еще вот этот элемент, такой знак, который есть на этой ракушке, прохожусь дополнительно именно точечно по нему. Затем после того, как проливка высохла, добавляю в Heavy Blue Gray немножко Ivory, как мы любим. И делаю высветление по граням этой ракушки. Затем беру чистый Ivory, проставляю конечные блики. И получается у нас такая замечательная ракушка. Следующий элемент это плащ. Такой интересный плащ. Немножко отойдем от нашего канона и сделаем его черным. В тон, в общем-то, нашей темной ведьмы. Для этого я добавляю в черный Heavy Blue Gray, уже нам известный. И делаю первое высветление по грани. Так как у нас тут такие четко очерченные грани, можно сказать почти квадратные, я подумал, что интересно будет показать на них всякие эффекты. Например, эффект потертости и какого-то батл дамага. Поэтому я прохожусь по этим граням и также наношу такие небольшие черточки, точечки для имитации как раз-таки каких-то потертостей. Затем повторяю, в общем-то, все те же самые действия, но добавляю больше Heavy Blue Gray или Ivory для высветлений. Получается, что у нас черточки с одного поколения наслаиваются на черточки другого поколения. И таким образом получается как раз-таки необходимый нам эффект. Такого поюзанного, побывавшего в бою и носимого плаща уже несколько там, не знаю, сотен лет. Еще один элемент, который бы я хотел здесь показать, это черепа, которые мы законверсили и приклеили на плечи ведьмы. У нее, как таковых, не было никаких костяных элементов до этого, поэтому интересно будет их как-то обыграть. Их мы тоже сделаем такими поюзанными и повидавшими виды, поэтому начинаем с Flat Earth от Вальеха. Добавляем в него сразу же немножко Bone White. Получается у нас такой базовый оттенок и проливаем мы его браун инком от Вальеха. Все углубления, глазницы и прочее, для того, чтобы потом нам было легче высветлять. Высветление мы делаем, опять же, добавляя Bone White и Ivory. Не забываем подчеркнуть все сколы, которые на нем есть, царапины проставляем какие-то. По аналогии с плащом высветляем трещины. И получаются не какие-то начищенные такие гламурные черепа, а как раз такие, которые висели на этих плечах уже многие-многие сотни лет. И заключительный у нас здесь элемент – это рыбка. Рыбка достаточно необычная, но ничего сложного в ее покрасе нет. Я беру цвет Electric Blue от Вальеха и наношу его как базовый оттенок. При этом я не трогаю брюшко, оно, получается, остается тем же цветом, что и грунт. Далее делаю проливку смесью Dragonhoff Nightshade и Beelton Green. И прохожусь ей по всей рыбке. К тому же, вы видели, что я оставил часть хвоста тоже так же не покрашенной, но при этом нанес такой типа паттерн, узор вот этих всяких пятнышек пигментных, которые бывают на коже подобных морских тварей. И затем приступаем к высветлениям. Проливка высохла, все детали у нас сохранились и выделились. И легко можно сделать высветление. Для этого я в Electric Blue добавляю Ivory. И постепенно, проходясь по всем плавникам, жабрам, хвосту и прочему-прочему, задаю блики, проставляю их, как они должны, собственно говоря, выглядеть. Затем конечные блики, почти чистый Майвори, для того, чтобы наша рыбка, она блестела, выделялась каким-то таким образом. Также не забываю про пятнышки. По мере высветлений точно так же наношу и пятна. И они становятся интереснее и эффектнее выглядят. Заключительный элемент – это часть подставки. Такая вот голова какой-то скульптурной группы, которая оказалась под ногами прекрасной нашей ведьмы. Что касается нее, базовый оттенок – это достаточно светлый голубой. Я его делал, когда высветлял базу, и поэтому, наверное, это будет смесь соты грин и немного белого. Получается светлый такой голубой оттенок, и можно его сразу же начать проливать. Беру биильтан чистый и проливаю, в общем-то, всю поверхность головы. Затем беру Dragonhoff Night Shade и прохожусь именно у основания черепушки, то есть той части, которая находится ближе к воде. Получается, будет такой глубокий синий, переходящий в какой-то такой зеленоватый оттенок. Ну, то есть все цвета, которые присущи, в общем-то, чему-то морскому. Затем я делаю высветление с помощью драйбраша. Для этого беру Electric Blue и сухой кистью делаю этот драйбраш. К сожалению, кисточка оказалась слишком жесткой для драйбраша, и не получилось того эффекта, который я рассчитывал. Я сделал еще раз проливку разведенным Dragonhoff Night Shade'ом, выделил еще все углубления, которые имеются на головешке. И затем я вручную проставлял блики, выделял весь рельеф, для того, чтобы он смотрелся, ну, более-менее аккуратно. То есть у нас остался вот этот слой от драйбраша. Эффект поюзанности уже. При этом я выделил основные все элементы для того, чтобы эта голова, ну, органично смотрелась и всем остальным, что мы уже покрасили. И затем я проставляю всякие подтеки, пятна. Делаю это с помощью Beel Tana, Atonian Kamashade и Flat Earth, смешанного с глянцевым лаком. На этом с этой дамой все. И переходим к нашему ловцу душ. Вы можете его видеть. Здесь ничего нового особенного нет. Большую часть покраса мы просто опустим, потому что здесь точно тот же металл, юбка, косички. В общем, все это уже у нас было. И покажем то, чего не было. Например, как можно круто и эффектно покрасить вот этот его фонарь. Для того, чтобы оформить этот фонарь, я использую краску Park Green Flat от Valeha. Это у нас базовый слой. Ничего страшного, если вы будете заходить на вот эти вот уже покрашенные металлические грани. В принципе, мы будем делать такой эффект типа OSL, то есть Object Source Lightning. Это эффект, который позволяет добиться того самого свечения какого-то, что ли, от объекта, который этот свет излучает. Нам никаким образом не помешает тот факт, что мы заехали на те или иные поверхности, потому что получается как раз-таки тот самый какой-то рассеянный свет, который исходит от этого фонарика. Затем я беру Beelton и делаю проливку всего рельефа. Для высветления я беру Park Green Flat и добавляю в него такую интересную краску, как Livery Green. Чем эта краска интересна? У нее достаточно плохая укрывистость, и что-то большое ей покрасить будет очень сложно, наверное. Но она отлично подойдет для передачи эффекта какого-то свечения интересного именно, потому что у нее такой ядовитый зеленый оттенок. И используя ее и замешивая в Park Green Flat, я как раз-таки добиваюсь вот этого эффекта свечения. Получается насыщенный зеленый, ядовитый зеленый оттенок, такой цвета маркера что ли, выделителя. Также я прохожусь не только по фонарю, но и по части вот этого вот выступающего на носу шлема гребня, чтобы показать как раз-таки как рассеивается свет. И постепенно, выделяя все детали, я добиваюсь как раз-таки обозначенного нами эффекта. Еще один элемент это рыбка, которая здесь тоже типа рыба-меч, рыба-пила, какой-то такой марлин в общем. Красим его достаточно просто, всеми уже известными красками. Я беру Park Green Flat для базового оттенка вот этой кожи. И прохожусь по нему смесью Bill Tan Green и Drakenhof Night Shade в несколько слоев, при этом затемняя больше вот его пузико. И затем я делаю высветление. В Soto Green я добавляю белый и прохожусь по граням, обозначенным на самой миниатюре. То есть у нее такой интересный ламинарный, наверное, какой-то рельеф. То есть она состоит из разных ячеек и по этим ячейкам я и прохожусь. Далее заключительное высветление. Здесь проставляем блики, добавляю еще больше айвори в Soto Green и добиваемся как раз-таки какой-то блестящей чешуи. Заключительный у нас элемент здесь это черные плавники и морда. Делается элементарно. Как всегда добавляем в черный айвори. Проходимся по всему рельефу, делаем высветление на гранях. И не забываем проставлять конечные блики почти чистым белым. Таким образом у нас получается рыбка такая в тон, наверное, нашему ловцу душ. Женщины же подбирают сумки под цветы машины или машину под цвет сумки. И я думаю, этот парень смог себе выловить нужную рыбешку, чтобы она с ним офигенно сочеталась. Можете обратить внимание на получившуюся и удавшуюся, как мне кажется, задумку. Наш ловец душ таки выловил какого-то товарища из-под воды, из-под камня. И тащит его к себе. В принципе, он и так уже не очень живой. Но можно до конца его добить. Высосать вот эти вот последние остатки какой-то его жизненной энергии, жизненной сущности, души. Чтобы наполнить ими подрастающее поколение новых и новых влажных эльфов. В итоге, что мы имеем? Двух героев мы осилили. Осилили, в общем-то, всю геройскую нашу базу. Очень это радостно, потому что впереди еще больше всего. Мы, наверное, открасили треть по объему, потому что, конечно же, пехота будет краситься гораздо проще. Но там будет больше интересных конверсий, которые мы обязательно покажем. Также будет интересная акула, уже не говоря о черепахе и муренах, которых мы тоже постараемся интересно законверсить и добавить им больше динамики и интересных поз. Вот так вот выглядят два наших героя. Близнецы, как я их называю. По-моему, круто вышло. Вышло неплохо, и этим мы завершаем секцию героев. Слава тебе, Господи. Наконец-то мы не будем красить уже одни и те же элементы брони, лица, а перейдем к морским тварям. Выпуск этот двойной, потому что, если бы мы рассказывали о каждом герое, мы бы мало рассказали. По куцам он бы вышел. Конечно. Потому что техники смежные становятся. А вот когда будем красить акулу, это своя техника. Мурены, это тоже свои собственные фишки. Как в покрасе, так в конверсиях. Ну и в конце концов черепаха, это вообще отдельный мир будет. Ну а наши тралы на марте, их просто много. Там будет и конверсии. Мы покажем, как мы за конверсией. Там больше в конверсии, конечно. А покрас уже будет, по сути. Ну кожу как бы попроще, попроще кожи сделать. В Soul's Cry мы там, по-моему, кожу делали. Очень наглядно было. Так или иначе, спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Лайкайте обязательно, комментики в первую очередь. Без лайка и коммента, ну это просто обидно будет уйти. И жмите на эти колокольчики. Да, сегодня я сижу, получается, справа. И как-то я прям в новой роли не очень себя чувствую. Мне неловко прям. Вот. Жмите на колокольчики. Подписываемся на наш канал. Если вам нравится Хобби, нравится Wargaming, нравится Warhammer, клевый тирель, клевый покрас, конверсии, то вы попали, мне кажется, по адресу. А еще у меня есть группа ВКонтакте. Ну, дай бог, она будет внизу вот там вот в описании. Можете на нее щелкнуть, зайти и посмотреть на паблик Никитина, который не обслуживается. В смысле, все обслуживается. Уже как, наверное, не. Все там отлично, ребят. Заходите, гайды. Хорошие фоточки. Ну, гайды есть. Этих миничек тоже там будут обязательно. Ты же привязан к батареи. И еще же. Прикован. Прикован, конечно, все это красит. Так что увидите там. Да, конечно же, к Никитке заходите и в инсту, и в паблик ВК. Увидимся с вами через неделю. Как я и говорил, выпуски примерно раз в неделю будут выходить. И следующее что будет? Опять же, может, в комментах пускай проголосуют. За что? Ну, акула. Спасибо, что проголосовали в комментах за акулу. И какого вам выбора? Делать дача, это не наша. Следующее будет акула. Всего вам доброго, до новых встреч и хорошего вам настроения. Играйте на хорошем тире. До свидания. Я на рулетку жив свою поставлю. Я в казино борту не дань оставлю. Пусть говорят, что ты судьбу не веришь. I wanna live it in your dream. Пусть dots нет. Опять же, спасибо.